Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру The Man United FK24, карьера с измененными настройками бегунков для усложнения, собственно, этой карьеры. Ну и сегодня, ребята, нас снова ждут с вами очень непростые игры. Я посмотрел по календарю, в ближайшие два месяца там будет настоящая, ребята, битва. Если в этом месяце у нас осталось три игры и есть время немножко для восстановления, то вот в следующем месяце там буквально каждые три дня у нас матчи, и матчи довольно важны. Как в Лиге Чемпионов, так в Чемпионате, в Кубках и сейчас нашу команду снова начало немножко лихорадить. Мы уступили в прошлой серии очень крупно Манчестер Сити, и, к сожалению, игра там вообще не задалась. И я, читая комментарии, вижу, что ребята тоже сталкиваются в игре с такими проблемами, ну или не проблемами, я не знаю, может быть, это такая фишка Electronic Arts, что, например, в Лиге Чемпионов, если ты попадаешь в более легкую группу, ну как тебе кажется, то, наоборот, играть становится гораздо сложнее. Там у команд буквально пару ударов, пару голов, а у твоей команды просто ничего не идет. И, собственно, после поражений тоже вижу, ребята пишут, что команда как-то вообще расхлябанно действует. То есть, когда у тебя есть какой-то вот уверенный этап карьеры, когда ты побеждаешь, команда играет, все здорово, но стоит тебе один раз проиграть, и все начинается, просто какой-то сумбур на поле. Ну и сегодня у нас серия стартует важным матчем против Юви. Это у нас зеркальные матчи группового этапа Лиги Чемпионов. Как вы видите, мы сейчас на четвертом месте расположились, поскольку мы уступили Трабзамспору, уступили Фейнорду, и Фейнорда уже набрал 7 очков из трех матчей. В принципе, довольно неплохо. Ну а у нас пока 3 очка, и сейчас с Ювентусом есть шанс побороться еще за 3 очка. Нужна победа, ребят, потому что осталось всего лишь 3 игры, и пока честно не ясно, кто вообще из этой группы выйдет, кто вылетит, кто отправится в Лигу Европы. Ну а вы все это дело поддержите своим лайком. Обязательно напишите комментарий. Если здесь впервые, то подписывайтесь на канал. По ссылочке в закрепленном комментарии переходите в наш Телеграм. Там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований. Все будет под рукой. Также в закрепленном комментарии есть ссылочка на мой второй канал с прохождениями. Его название Фандом Лига. Там у нас человая атмосфера, сюжетные игры. Тоже всем ребятам буду рад. Подписывайтесь, заглядывайте. Ну а вот состав Юви. Снова видим мы Жао Феликс и Рафинью на замене. Кин Милек в атаке. Кьеза на нем акцент, так же как на Локотелле. Счастный на воротах. Ну и друзья, давайте начинать. У нас сегодня тоже в составе есть изменения. Как вы видите, сегодня на острие Решфорд выходит. Потому что Хойлунд после последних игр в чемпионате очень сильно устал. Сегодня его нет даже на замене. Но зато сегодня ребята вирц. С первых минут, конечно, вот как только мы Кимиха потеряли, у нас игра в центре поля ухудшилась. И это чувствуется. Кимих был очень важным звеном в опорной зоне. Очень здорово перегрызал, так скажем, атаки соперника. Ждем его скорейшего выздоровления, возвращения. Ну и давайте отправляться на игру. Ну а пока команды выходят на поле, хотел бы, ребят, вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Вы очень здорово поддерживаете эту карьерку. И хочется радовать вас именно вот такими интересными карьерами на канале. Потому что когда вот есть моя какая-то заинтересованность, мое желание прям, вот знаете, быстрее закончить все дела и снять для вас новую серию, это чувствуется и по вашей активности. И вот это самое, наверное, клевое. Когда у тебя есть желание, зрители ждут. И, так скажем, мы можем порадовать друг друга. Вы поддержкой меня, а я вас новыми сериями. Ну и Юве начинает с центра. Сегодня мы приехали в Италию. Сегодня мы играем у них дома. Ну и снова вот первый матч. Только сел записывать. И матч довольно важный. Отлично. Вот уже и Юве мяч теряют. Решфард. Классная передача на Малин. На Малин это шанс. Это шанс Малин, чтобы забить. И Малин забивает, ребята. Малин забивает 1-0 на седьмой минуте. Вот такое начало мне очень нравится. Потому что, когда мы забиваем первым, забиваем быстрый гол, уже сопернику нужно торопиться. И вот поэтому сегодня с первых минут я выпустил именно самых свежих игроков, чтобы в начале матча мы смогли, ребята, убежать. Ну и здесь от тяжелого Рюдигера Малин улетает. Это седьмая минута. Это его первый гол. В этом групповом раунде Лиги Чемпионов. Гарначо. Ждет забегания Решфарда. Решфард. Набрасывает центр штрафной. Но блокирует защитники Юве. Пока, на удивление, игра нашей команды выглядит весьма неплохо. Бруно Фернандеш. Подача. Казимира. По мячу попал. Но ворота, к сожалению, нет. Хоть мяч и не выиграл, но и не пустил соперника вперед. Зато еще здесь здорово поборолся. Гарначо. На рывке уходит. Классная передача на Решфарда. Решфард. И здесь я хотел на Малина сыграть. Доверться, пока особо мяч не доходит. Нам главное играть в свою игру. Не пытаться сейчас как-то, знаете, погасить. Пока игра идет, нужно пользоваться. А Бруно Фернандеш не попадает по мячу. Здесь я хотел влет, в дальний угол ударить. Я вот еще подмечал момент, что иногда бывает, знаете, вот ты в один момент играешь, записываешь карьеру, у тебя команда совершенно не слушается. А в следующей серии ты запускаешь, также отыграть три матча, и совершенно по-другому игра как-то воспринимается. Я не знаю. Может быть, конечно, как-то еще от моего настроения все это зависит. И снова хороший пас на Малина. Малин. На ложном замахе убирает мяч. Решфард. Успели заблокировать. Хороший пас на фланг. Удоджи. Заскочил в штрафную. Прострелит на Вирца. Вирц бьет и снова соперник все без проблем ликвидирует. Сейчас последняя пятиминутка, и Юви как раз-таки может пойти в атаку. Их пока вообще не видно. Классно. У нас довольно сильно подустал Бруно Фернандеш, а это значит, что минут 10-15 его нужно будет менять. Хорошая передача на Фримпонга. Тот навешивает центр штрафной, и никто не поспевает. Ну вот я замечаю, что второй матч с Юви на выезде для нас получается более каким-то продуктивным, чем первый. Хотя в первом мы тоже один забили, и игра так и закончилась. Здорово развернулся Гарначо. Удар по воротам. А почему же в ближней? И Рафинья появляется. Виа поле покинул. Ну как-то его сегодня было вообще незаметно. Вот сейчас с Рафиньей возможно что-то получится. Эриксон сразу пошел подавать угловой. Варан. Удар по воротам. Но нет. Молодец. Молодец, Фримпонг. Хьезам. Вот сейчас Ювентус подходит к нашим воротам. Бьет. И Анана. Анана вытаскивает. И получится. Малин. Давай, Решфорд. Давай. Малин один в один. Убирает соперника. Малин. Удар в дальний. Мяч отрикошетил. И успел. Успел с честной. У нас готовится двойная замена. Вместо Малина. И вместо ребята Вирца. Выйдут Пелестри и Беван. Хорошая передача Пелестри. Пас на Бевана. Он сохраняет мяч для команды. Решфорд. Пелестри. Ну же забить. И снова. Снова с честным. Но угловой заработан. Забросик на Бевана. Беван уходит от одного. От второго. Беван, что ж ты творишь, Эриксон? Ребята, как Беван зашел в эту игру. Вот сейчас, ну будто игра решила Бевану помочь. Вы видели, как он раскачал двух игроков Ювентуса и не побоялся. 1-0 и здесь мы выигрываем. Никакого крупного разгрома не получилось. Не было супер много опасных моментов. Ювентус тоже много не создал. Ну а где создал, там Анана вытащил. Посмотрите, какой повторчик. Как Анана рукой через голову вытаскивает мяч. Там Мадридский Реал Бешикташу 2-1 уступил. И вот опять-таки странно. Теперь наоборот. В Лиге Чемпионов вроде как-то спокойненько складывалась игра. Но возможно опять, потому что мы забили первыми. А вот в чемпионате прошлой игры прям, ну какой-то нервяк. Как нам показывают, Хойланд сейчас в отрыве. У него 11 голов забито в 11 матчах. Посмотрим, что у нас там на почте. Так, Вирц. Он нас благодарит. Пелестри. Тоже благодарит за то, что мы выпускаем его. Мы пока по-прежнему лидируем в чемпионате. У нас забито 31 гол. Пропущено 10. На втором месте Нью-Кассел. И на третьем Манчестер-Сити. Хоть они нас и обыграли. Но, ребята, это им не позволило, так скажем, обойти нас. Потому что у нас был хороший задел. У нас 9 побед. Одна ничья, одно поражение. Статистика, в принципе, неплохая. У Нью-Кассел всего лишь одну ничью больше. Ну и давайте тогда начинать. Арсенал, который распродали всю свою оборону. В принципе, имеют там только Габриэля и Тимбера. Сака у них почему-то на замене. Ну, это на самом деле странно. Потому что, на мой взгляд, он один из сильнейших. Хотя, может быть, Хаверс сейчас блистает. У них такая немножко рваная статистика. Три победы, два поражения. Ну и давайте смотреть на состав нашей команды. Сегодня Койланд возвращается на острие атаки. Малин слева, Антони справа. Вирсу даем отдых. Если что, он выйдет. Также сегодня с первых минут МакТоминой. Деликт и Мартинес в паре. Ну и, ребята, поехали. После этого матча, я надеюсь, наша команда успеет восстановиться. Потому что там, вроде как, почти полторы недели будет перерыва. Ну или неделю точно. И это как раз будет шанс, чтобы все наши ребята набрали сил. Потому что, когда игры начнутся через два дня на третий, там действительно будет очень частая ротация. Такие футболисты, как Вирс и Решфорд, точно не смогут играть в каждом матче. Ну и, на самом деле, вот не знаю, с чем это связано. То есть, вот Вирс, да, он такой, как бы, не крепкий парень. Но по телосложению примерно тот же самый Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш взрослее. Но он почти готов в каждом матче играть. А вот Вирс, к сожалению, восстанавливаться не успевает. Кто-то мне говорил, что нужно настраивать, ребята, настраивать тренировки. Но они и так подстраиваются под каждого игрока индивидуально. А Бруно Фернандеш уже выводит нашу команду вперед. И вот снова сегодня игра идет. Я не знаю, вот эта вот лихорадка Electronic Arts. Но здесь Эриксон, посмотрите, как вырезал на Бруно Фернандеша. И вот она, оборона, оборона Арсенала, которая получает сейчас практически ото всех. Ну а Бруно Фернандеш забивает свой пятый гол в 12 матчах. Арсенал распродал. Там, по-моему, двух или трех игроков обороны. И вот после трансферов я прям видел, как они в каждом матче проигрывали кому угодно. Деликт. А вот сейчас опасно. И она на красаве спасает после удара Габи Жезуса. Ой-ой-ой, а вот тут Мартинос ошибся. Иван Бисако тоже. Ну, ребята. Мартинелли уже пробивал поворотом. Девятая минута. Пошла подача в штрафную. А Нана выходит, играет кулаками. Вынуждены пока. Деликт лежит, ребята. Лежит Деликт. А Арсенал не останавливается. И Арсенал забивает. Реф, конечно, молодец. Он видит, что в центре штрафной лежит игрок. Он дает провести дальше атаку. Вообще, несмотря ни на что. И вот здесь Деликт. Посмотрите, он только в этом моменте встает. Так Габи Жезус один. Но пока нет никакой сигнализации о том, что у Деликта травма. Габи Жезус забивает свой первый гол в пяти матчах. Да, у Деликта травма. А вот здесь Хойлунд. Хойлунд здорово действует. Ну же, Хойлунд. И вот отсюда в дальний. Ой-ой-ой. Старый Хойлунд вернулся, ребята. Классная передача. Маласия заскакивает в штрафную. Маласия бьет ближний. Ну а теперь в обратную сторону пошла атака. И сам Мартинес потащил мяч. Здорово. Малин. Пас на Хойлунд. Да, Хойлунд разряжает левую. Добить в пустые Эриксон. Эриксон попадает, ребята. 24-я минута. Кристиан Эриксон. После спасения от голкипера Арсенала вот так вот головой попадает прям в самый уголок. Нужно менять Деликта, ребят. Чем дольше он играет, тем более усугубляет свое повреждение. Я не знаю, что там, но игроков обороны становится все меньше. И кто-то их продает, а кто-то их теряет в борьбе. Сначала мы потеряли Кимиха. Теперь мы теряем Деликта. Но я надеюсь, что там ничего серьезного. Хотя, ребят, если столько времени показывало травму, то, скорее всего, ушиб, ребята, есть. А может быть, даже перелом. Малин. Габриэля качнул, убрал в буфет. И Малин несется, несется сейчас на ворота соперника. Хойлунд, ребятки, вот и он. Но это гол Малина. Здесь он не пожадничал. И выдал Хойланду. А тот, не растерявшись, поражает ворота Арсенала. Я вот честно прям ждал матч с Арсеналом. Мне было интересно посмотреть, что у них вообще с обороной. А с обороной у них полный какой-то беспредел. Варан. Отлично. Ну, казалось бы, все было сделано аккуратно. Но главное, арбитр фиксирует нарушение. 41-я минута. Подача в центр штрафной. Удар есть. Нет. Мы отбились. Скидка на Хойлунда. Хойлунд. Хойлунд видел Эриксона. Но вот у Эриксона уже не та скорость, к сожалению. И вырезали между двух здорово. А вот здесь грубо. Ой-ой-ой, ребята. Прямая красная МакТоминай. Я думал, что соперник пойдет дальше. И хотел в подкате прервать мяч. А в итоге мы просто срезали сзади Альфонсо Дэвиса. И мы остаемся в меньшинстве. Но пока, ребят, играем без замен. Мы и так остались десятером. У нас была вынужденная замена Деликта на Варана. Ну и хорошо, что мы смогли сделать перевес в первом тайме. Вот сейчас, конечно, Арсенал может пойти. Ну, снова какое нарушение, Рэв. Что сделал Ван Бесака в этом моменте? И вообще без какого-либо жесткого контакта. Я не знаю, что сегодня придумывает главный арбитр. А вот здесь, Рэв. Он здесь даже желтую не показывает Райсу. Вы серьезно? МакТоминай он удалил сразу, а здесь даже желтой нету. Ну, тогда вот так вот вам. Получите и распишитесь. Это Хойлунд. Это его дубль. И 63-я минута. Если Рэв сегодня будет нас топить карточками и своими какими-то невнятными решениями, мы будем уничтожать Арсенал своими голами. Ну и здесь взорво разыграли. И Кристиан Эриксон. Вторая голевая у него сегодня. Сака. А у них Аверс перешел на центрального нападающего. Вместо Жерзуса Сака ушел направо. Удар по воротам есть. Накрыли. А здесь Варан. Здорово. И передача на Хойлунда. Ну а вот теперь побегаем. Габриэли Хойлунд. Два мощных парня. Хойлунд. Молодец. Мяч сохраняет. И передача в центр на Эриксон. Вот здесь его точно так же подтолкнули, как и куча эпизодов сегодня было с участием наших футболистов. У нас большое количество замен. Выходит Беван, Харрис. Выходит у нас так же Вирц. Казимира. Харрис мяч сохранил. Но вот здесь никто не поддержал, к сожалению, Харриса. И ему сложно было уже от трех футболистов Арсенала отлипнуть. Удар есть. И мяч в воротах. 4-2. Каверц дорабатывает. Но мне кажется, эти танцы сейчас точно не радуют болельщиков Арсенала. Да, они забили. Да, они молодцы. Но вы играете большую часть этого матча. Превосходственно одного игрока. И все равно уступаете со счетом 4-2. Беван. Подача на дальнюю. Рамсдейл забирает мяч в руки. Но и осталось буквально пара минут. Харрис. Скинул соперника Харрис, ребята. И удар его в дальний. Вот. Молодежка МЮ сейчас заряжает. Подача резаная. И еще один хороший выстрел. Это уже Казимира бил головой. Тут уже вынужден Хаверц прийти. Но вы видели, сколько у Хаверца сил? Он уже, мне кажется, в атаку-то не вернется. Вот тир несвеженький. Да, но... Матч закончен, друзья. 4-2. Победа. К сожалению, МакТомина в ближайшем туре мы не увидим. Даже на замене. Но... Мне кажется, команда сыграла неплохо. Плюс еще, конечно, Арбитр. В некоторых моментах удивлял. У Деликта, ребята, ушиб локти. Он пропустит приблизительно 5 дней. Ну, хорошо, хотя бы не 3 месяца. Как могло бы быть в случае с Кимихом. Второй сезон вообще получается удивительным. У нас Брэдфорд вышел на пятую строчку. Он разделяет ее с Ливерпулем. У них по 22 очка. У Ливерпуля просто чуть лучше разница забитых и пропущенных. Ну, а мы по-прежнему впереди на 3 очка от Нью-Касла. Даже на 2. На 2 очка от Нью-Касла. И недалеко Манчестер-Сити. Ну как? Они что-то подрастерялись немножко. У них уже 2 поражения, как и у Ливерпуля. Ну, а нам предстоит игра против Вестхэм Юнайтед. Мы играем дома. Давайте взглянем на их состав. Лукас Пакета по-прежнему там. Кудус. Ореуля. Которому довольно сложно забить. Ну и смотрим на состав нашей команды. Сегодня он выглядит следующим образом. Сегодня снова нет Вирца. Потому что он, как и Решфорд, за неделю опять не смогли восстановиться. Причем что у них показано, что и физика, и игровой тонус полные. Но вот именно по шкале вот этой вот выносливости они не готовы. Я не знаю, может какие-то баги у них опять. Ну, в общем, давайте начинать. Я уже играя столько в эту игру вообще ничему не удивляюсь. У Хойлунда 13 голов, ребята. Очень здорово себя показывает. Он во втором сезоне прям вот как-то по щелчку пальцев он прям прибавил в игре после поднятия рейтинга. Маласи против Кудуса. Здорово. Бруно Фернандеш. Тонкая передача на Хойлунда. И у него успели из-под ноги мяч выбить. Стоят здорово в обороне, выполняя поставленные задачи главным тренером. И неплохо идут в атаку. Подача в штрафную. Продавили Мартинеза. Это был Лукас Пакета. Мы знаем, как этот парень умеет забивать. Кто не смотрел карьеры? Теда Лассо. Тот потерял, наверное, очень много. Хойлунд. Классная передача. А вот здесь, кажется, пенальти. Но мы сейчас посмотрим. Мы сейчас, ребята, посмотрим. Эриксон бил в одну сторону. Мяч отрикошетил от игрока Вестхэма в другую. Ну, нет. Я такое бить не буду. Тут ему по пятой точке просто мяч пролетел. Такое мы не забиваем. Продолжаем. А вот сейчас Тоненькая снова на Хойлунда. Но его пока прикрывают. Сегодня как будто было, знаете, указание персональное для игроков Вестхэма держать Хойлунда. Здесь Уоткинс на рывке полетел в штрафную. Бьет ближний. И Анана, ребята, на месте. А вот, правда, недалеко получилось выбросить. Но Антони молодец. А надо ему расчехлить. Удар Бруно. Здорово. Снова Гарначо. Есть еще время. Классную стеночку разыграл Хойлунд и Гарначо. Гарначо набирает скорость. Уже летит в штрафную Гарначо. Убирает последнего защитника. Хойлунд. Удар заблокировали. Игра идет. Мы по-хозяйски больше атакуем. Но стоит отдать должное все-таки футболистам Вестхэма. Они здорово держат оборону. И снова Хойлунд расчехляет левую. Но не лег как следует мяч на ногу. Гарначо. Сегодня много делают Хойлунд и Гарначо. Хойлунд. Ну, наконец-таки. Наконец-таки, ребята, Хойлунд забивает. Вот так вот. Нокаутировал соперника. И пока, кроме матча с Манчестер Сити, Хойлунд забивает в каждом туре АПЛ. Ну, и Гарначо. Молодец. Увидел партнера. Хойлунд под правую подработал. А Ряуля как будто этого не ожидал. Сегодня все удары Хойлунда были слевой. А здесь он вот так подкручивает. И... Ряуля чуть-чуть не успевает. Это 14-й гол в 13-ти матчах. Но вот мы уже начали опережать голами количество игр Хойлунда. Наше количество атак переросло в качество. Фримпонг. Разгоняем сейчас атаку по правому флангу. Фримпонг. Скидка в центр. Антони. Хойлунд. Еще один мощный выстрел. Но здесь уже Ариуля. Бруно Фернандеш. Здорово действует на перехвате. Это Антони. Классный пас на Хойлунда. Хойлунд. Снова Антони. Убрал соперника Антони. Ребята, здесь хладнокровно. Подскользнулся защитник. Ну и Антони никого прощать не намерен. И у нас как раз готовятся замены сейчас. Там выйдет Харрис. Выйдет Боуэн. Вирц. Ну и второй гол сейчас очень-очень вовремя зашел. Ну и вот здесь просто соперник подскользнулся. Пытался он как-то в подкате сдержать передачу. Но дальше Антони выждал паузу. И наказал Ариуля за выход. Здорово. Вирц. Боуэн. Передача на Бруно Фернандеша. И Харрис пошел в атаку. Но не самый лучший пас от Хойлунда. У нас идут последние минуты матча. Мы даже не успеваем Мейну выпустить вместо Казимира. Подача на дальнюю штангу. Момент удара. Нана вытаскивает. Ариуля в штрафной. Подача. Ну же Боуэн. Не дал арбитр провести атаку. Я уже собирался бить по пустым воротам. В надежде, что мяч заскочит. Ну и так, ребят. Мы побеждаем. Сегодня три важные победы. Но вот дальше уже будем смотреть. Там усталость будет очень серьезная в следующих матчах. Следующий месяц прям насыщен играми. Поэтому поддержите видео лайком. Пишите комментарии, советы, рекомендации. Подписывайтесь на канал. Залетайте в телегу. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.